Сегодня вот 23 июня, мы работали с Кириллом, готовили под костер. Ну я говорю, давай пока еще никого нет, 12 часов искупаемся. Пришли, встали, пирс, и гляжу, досок нету. А это еще такое, воды больше стало, хотя не до конца еще задержали, еще на метр можно поднять будет. Я наступил на доску, вот эти доски-то пирсовые-то, а они скользкие. Тут когда воды-то еще было поменьше, утки, дикие, они вон рядом, уток полно. Я говорю, а вы протирайте их хоть, нет? А ну рви, нормально, я первый пополз, прополз до конца, а он второй. Я говорю, бери сейчас еще раз контрольную, после я уже покупался. Давай протирай, давай протирай и вправо, вправо гони, вправо. В одну сторону гони, водой вперед. Проходи и прямо с водой гони направо, сгоняй все, все, быстро проходи. Оно уже протертое для контроля. Я им сегодня выговорю, не будут они купаться, пока не будут протирать. Вот какой недостаток заметил. В каждой бочке, говорит, затычка. Ну а как по-другому? Ну, если они не делают, не знают. Он уже знает теперь, что надо. Это наш пирс. Вот я иду, уже не скользит нога. А она прям как намыленная была. Давай, Кирилл, вперед. Быстро, ага. Нажимай в одну сторону вправо, потому что волна идет направо. И надо, чтобы она по волне шла. Ну, дальше, видать, храм тут. Это уже показывают. Вот он, пруд наш, называется лагерный. Вот он, иду уже нога совершенно не скользит. А это ряска зеленая. Ее любят утята, гусята наши приходят, ведрами ее набирают. Идет, вот, не знаю, видать, нет. Вот какой он. Видите, руки трясутся, я даже не знаю, видно, не видно тут. Ну, так много. Вообще стрелять нельзя. Нельзя стрелять. 25 лет ни одного выстрела. Вот разные-разные утки. Я насчитал 5 пород уток только. Одно время я всю жизнь занимаюсь с птицами. Ну, полю любительски. 34, кажется, или 54 разного рода птиц. Сколько дятлов, зеленый. Вот. Деряба тут, и каких только нет. Так, все, проходи вперед и направо, направо гони. Все. Сейчас спустишься вниз. И там внизу ступени протри. И с левой стороны идет лестница. Видите, вода какая чистая. Ну, чистая-то чистая, но грязка-то, видать, отражение. Вот видишь, как протер. Это уже на третий раз совершенно. А вот дальше целый пролет вообще нету ограждения. Вот здесь ограждения есть. Вот сегодня я им дам задание. Пришел сюда один раз. Я не купался даже. Как приехали в лагерь уже 12 дней. Гони. Вот так. Вот он будет знать. Когда-то будет хозяином все дело. Идут маленькие ребятишки. Как же они тут купались, бедные. Дальше внизу и вдать столбы. Почему нырять нельзя? Никак нельзя нырять. Головой стукнешься и все тогда пропал. Будешь больной лежать. Парализованным. Не надо прыгать. Тут старый пирс его ломало, уносило. И новые столбы загоняли. Ну, давай, Кирилл, спусти сюда по лестнице. И там эти ступеньки протри. Тут еще никак поплавки не установят. Держись. Вот как глубоко нынче. Будут, когда крещение-то принимать. Опускаться. Ну, для батюшки там построят. А до кого построят? Он в воду же сходит. Вода теплая. Ну, июнь. А в июле-то, 12 июля тут будет вообще... Внизу пониже там нырни. Ступеньки протри ниже. Вторую, третью. Пониже опускайся до самой последней и протирай их там. Опускайся вниз. Так, до конца донырнул, нет? Давай до конца доныривай и там протирай. Давай, как водолаз настоящий. А там дно деревянное ты не сможешь протереть маленько? Хоть маленько. Ну, маленько смогу. Ну, давай, бери и ныряй там. И протирай. Молодец парнишка. Смотри какой. А ну-ка, еще. Протри там, чтобы стоять можно было. Да. Самый низ. Прямо опускайся, за счет не держись, рукой шевели. Протри его. А я им этим протру мозги. Вот в каждой, говорит, бочке, затычке. Ну, а как по-другому? Я же не пьяница, и поэтому обязан видеть. Ну-ка, пройдет вперед маленько. А ну-ка еще. Нырви-ка я отсюда тебя посмотрю, как ты там работаешь или просто сидишь. Ну-ка, давай. Закол держится, правильно делает. Ну, еще один раз. А вот сюда, вот, слушай, перелез сюда, лезь, протри там, чтобы стоять можно было. Угу. Держись, держись, только головой не стукни за лестницу. И ступеньки протри. Здесь ступеньки слазить. Вот тут обтянут все поплавками. Все как положено будет. Вот. Вот Кирилл полез. Ничего будет, посмотрим. По ступенькам спускайся, ниже, ниже, ниже доходи и все протирай. Давай, только головой не стукнись. Так, сейчас протри до самого конца, попробуй. Пониже, пониже, уходи. Видите, ушел далеко. Да все протер, нет? Да, все. Сколько ступенек, посчитай? Так, раз, два, три, четыре. Четыре, неправда. Дойди до конца, до земли. Достал землю, нет? Да, достал, там четыре ровно. Правда. Четыре? Да, ровно четыре. Как же так? А мне казалось, больше. А ну-ка, вот сюда метр отплыви и туда. Встань, руки подними кверху. Вот здесь вот. Ну-ка, встань. Здесь? Ну да. Вон он ушел куда-то. Ну что? Достал? Достал? Так у тебя вода выше рук еще была. Вон там, где стоят эти столбушки в конце. Это там у нас самое главное было. Но вода там не пошла, не подняли. Потому что здесь вот на середине у нас бетонные спуски. Его надо убирать, заваливать. Как, не знаем пока. Ну все, пока, я пошел. А то еще навернусь тут. Вот она под ногами рязкой плывет. Вот здесь, видите, пройти невозможно было. Скользко. Это скользко еще, видать, с весенних, когда были утки. И никто. Купаются, никто знать не знал. Пошел вот сегодня. И чего только не нашел. На дороге сухая крапива. Коровы идут в разнос. И будыльки вот такие валяются. А когда бегут дети, она может стать вертикальной, проколоть ногу или там ободрать. Я им все не взгрею за это. Ребятишки есть, над ними трясешься. Говорится, день и ночь. А не так, что 14 утонуло или шестеро. У нас, милостью божьей, 45-й год. Ни одного повреждения нет. Родители получают детей здоровенькими. Отошел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова